Я считаю, что сейчас выборы не на час. Выборы в Украине – это, безусловно, важная тема для всего мира, не только для Украины. И как такая происходила эволюция, и как постепенно украинское общество уже готовили. И как после того, как я открыл эти планы власти, как испугались и отыграли назад. Это реально интересно и показательно. Все с видео, с фактами, с цитатами. Так, как вы знаете, мы здесь всегда делаем. И с аналитикой. И я думаю, именно поэтому вы со мной на канале. Проверьте, вдруг вас отписало, потому что у людей почему-то попропадали подписки на наш канал. Проверьте, пожалуйста, прямо сейчас. Также комментируйте, мне интересно, ваши мысли по поводу выборов. Могут быть, не могут быть, я к украинскому могу, на часе, че на на часе. И о том, что произошло, как быстро поменялась точка зрения. Мне очень интересно почитать ваши комментарии. Ну и делитесь этим видео. Итак, друзья, напомню нам всем, что по Конституции Украины есть срок проведения выборов. Сейчас будем говорить. Ну и про парламентские тоже скажем. В основном будем говорить о президентских выборах. По Конституции Украины это последнее воскресенье марта пятого года полномочий, то есть 2024 года. Одновременно законодательство Украины, а именно закон о военном положении, прямо запрещает проведение выборов, любых выборов. Даже в селе выборов во время военного положения. Ну и, конечно, выборов президента. Ну и, более того, неопределенные запреты, например, запрет на парламентские выборы, прямо прописан и в Конституции Украины. Еще, значит, уже на самом, что называется, высшем уровне. И до лета этого года, в ответ на эту тему, когда она поднималась, был очень четкий ответ от Зеленского, представителей власти. Они говорили, нет, нет, ну какие выборы? Победим, будут выборы. И я полностью поддерживаю такой подход и считаю этот подход правильным. Потому что, ну, мы поговорим о тех огромных вызовах, которыми будут сопровождаться выборы. Но они и так очевидны, то есть, очевидно, что это вызовы безопасности. То есть, мы все видели трагедию в селе Гроза Харьковской области, куда прилетела одна ракета и третьей села не стало. Это страшная трагедия. Мы все понимаем о том, что украинцы сегодня кто-то миллион в окопах, миллионы за рубежом, как беженцы. И этот колоссальный вызов, что делать? В общем, проблем огромное количество. И более того, и ключевая на самом деле проблема, даже не вот эти технические вещи. А ключевая проблема, что выборы, это момент борьбы всех со всеми. И это нормально, так и должны быть выборы. Но война, такая война, экзистенциальная война, которую мы ведем, это момент, когда все должны быть объединены. И это вот совершенно две противоположности. Как говорят в Одессе, две большие разницы. Ну и одна исключает другую. И поэтому выборы могут быть для Украины еще и просто опасны. В тех условиях, которые сегодня есть. Мы говорим об этих конкретно условиях. И это же говорила нам наша власть достаточно долго. Но в конце лета этого года позиция начала меняться. И начала меняться, я бы даже сказал, стремительно. Сначала мы услышали интервью Зеленского в конце августа, в котором он вдруг на вопрос о выборах, на которые до этого он отвечал, да нет никаких выборов, мы занимаемся войной, победой. Начал говорить об условиях, при которых выборы могут пройти. И он их там назвал, дайте нам деньги. То есть к миру, что, мол, у нас денег нет на выборы, мы все тратим на войну, дайте нам деньги. Там, друзья, на самом деле он говорит о 5 миллиардах, вы сейчас услышите, это гривен. То есть, ну это там 150 миллионов долларов. Но это не очень большие деньги в тех объемах помощи, которые Украина получает. И о том, что депутаты должны поменять закон о военном положении, это понятно. И о том, что должны приехать наблюдатели в окопы. Это вообще какая-то странная часть. А почему в окопах? То есть как? Ну, в общем, странный ответ. Но обратите внимание, уже Зеленский, а это конец августа, то есть это больше двух месяцев назад, уже не отрицает в этом интервью проведение выборов, а говорит об условиях, при которых выборы пройти могут. Послушайте. Пошли другие интервью. Глава Верховной Рады Стефанчук в своем другом интервью, где ему говорят, ну выборы запрещены Конституцией, а он говорит, нет, не запрещены. Причем он говорит и о парламентских выборах заодно, которые действительно запрещены. Но он как? А он юрист, глава Верховной Рады. Ну тут он, знаете, нет, тут вижу, тут не вижу. Говорит, нет, нет никакого конституционного запрета. И начал рассуждать, ну вообще же выборы, да, это же демократия. Демократия важна. Посмотрите. В осене мали бы отбудуться парламентские выборы. Ну, но очевидно, что они не отбудутся, потому что Конституция прямо забороняет проведение выборов в военный час. И при этом были, и очевидно, будут думки альтернативные, что даже в период войны парламент потребует и, ну, таку думку, например, озвучил президент Пареттіні Кокс. И че у вас долгостроковое бачение, что делать с выборами в умовах войны? Чи, в принципе, нам важно очевидить, что и президенты Верховной Ради, и Кабинет Министров в этом складе будут у нас до перемоги? Ну, я начну с того, что я трошки, если дозволите, скоригую. Такой забороны в Конституции нема. Такая заборона містится в законе Украины про правый режим военного стану. И поэтому, как бы Конституционной забороны проводить выборы в военный стан, нема. Но есть другая важная вещь, про которую вы сказали, что сегодня нужно выбрать тот баланс. Потому что, с одного боку, так, парламент должен продолжить свою деятельность, должен принимать необходимые законодательные акты. Мы входим в бюджетный процесс, и это очень важная вещь. С другого боку, мы должны понимать, что нет и не должно быть застеглости о этой демократии, которая существует в обществе. И именно через это президент парламентской Асамблеи Рады Европы, пан Кокс и другие коллеги говорят о том, что все-таки нужно докласти усилий, чтобы совершить это. Поэтому это вопрос... Ну, вы видите, да, что настроения тут уже звучат абсолютно совершенно другие. Дальше было интервью Зеленского итальянским медиа, в котором он еще сказал одну очень интересную вещь. Он сказал, что он пойдет на выборы на второй срок, а напомню, что Зеленский, когда шел в президенты, он обещал, что он идет только на один срок. И он не будет идти на второй срок, пытаться избраться. Тут он заговорил, что он не может же, как, мол, капитан корабля, бросить корабль во время шторма. Поэтому, мол, если выборы будут во время войны, так еще ж вчера вы отрицали, да? А, но если выборы будут во время войны, тогда он пойдет на второй срок. А если не будет выбора во время войны, ну, тогда, значит, да, вот он такое обещание давал. Посмотрите, это вот скриншот новости, которые он давал интервью итальянскому медиа. Ну, тоже очень и очень показательно. И вот, друзья, три дня назад министр иностранных дел Кулеба в интервью, на брифинге, в интервью Sky News сказал, что Зеленский, я сейчас цитирую, взвешивает все за и против. Эта страница про выборы не закрыта. И Зеленский взвешивает все за и против о проведении выборов весной следующего года. Конкретно весной следующего года. Друзья, что же на самом деле стоит за вот этим всей сменой риторики? Ну, а Кулеба уже прямо, говорит, взвешивает и говорит, когда весна? То есть уже не взагали, да, не в общем, а очень даже конкретно. За этим стоит, друзья, и об этом я сказал в эфире Эспрессо ТВ буквально позавчера. И это вызвало, я даже, честно говоря, удивился. Эффект такой прям разорвавшейся информационной бомбы, когда об этом заговорили и начали писать все. В принципе, они, так, планете, они по чуть-чуть, по чуть-чуть, как вы видели, я вам показал, да, с конца августа, меняли-меняли риторику, аж до того, что министр иностранных дел Кулеба прямо говорит, ну да, взвешиваемся за и против выборов весной. На самом деле, к этому моменту заявления Кулебы, под моей информацией, у меня есть источники и в офисе президента, и в Центральной избирательной комиссии. Ну и, конечно, в парламенте тут слуги народа, я их там всех вижу и с ними их слышу, что им прямо было сказано, Зеленский принял решение провести выборы 31 марта 2024 года в те сроки, в которые эти выборы должны были бы пройти, если бы войны не было. И дал соответствующую команду готовиться. И там даже уже появились такие технические моменты, ЦВК там что-то считал, уточняет избирательный порядок их открытия. В общем, он эту команду отдал, и механизм начал пытаться проворачиваться. Но вот здесь ключевое слово пытаться. Потому что, ну вот как писал журнал Time, как они описывают ситуацию, когда Зеленский потребовал от наших военных взять горловку. Но они говорят, ну хорошо, а чем и как? Ну это там был один из примеров того, что Зеленский как бы, ну не до конца понимает ситуацию так мягко, скажем, которая складывается и может выдвигать какие-то нереальные задачи. И вот задача с выборами, с моей точки зрения, является точно такой же задачей. Она нереальная. Ее невозможно выполнить. Выборы невозможно, во-первых, они и не нужны, по причинам, которые я уже главное и сказал. Но она и невозможна в проведении. То есть она невозможно сделать. Если мы говорим о выборах, как о настоящих выборах. Что если что, по принципу, что какие-то люди придут, возьмут какие-то бумажки и там поставят какие-то крестики, ну тогда можно сказать, что и у Путина с Лукашенко есть выборы. Но если мы говорим о выборах, как о процессе демократическом, с дебатами, с контролем за голосованием, с контролем за подсчетом, то это невозможно в сегодняшних условиях в Украине сделать. Начиная от того, как провести день выборов. Только в бомбоубежищах будет воздушная тревога. Ну нельзя же бросить урну. Значит и носить ее нельзя. Значит тогда все в бомбоубежищах. А где такое количество? И так далее, и так далее. Отдельная история про выборы в ДИИ. А у них тоже периодически говорит о выборах в онлайн. Уже об этом говорил и Зеленский. Я озвучивал часто на конференции ЕС. Ну и тоже об этом есть много разговоров. Мол, выборы в ДИИ. Тут сразу хочу сказать, они будут абсолютно нуд. Это не конституционно. Это точно не пройдет. Потому что конституция Украины прямо говорит, там четкая статья, что все органы власти Украины избираются путем тайного голосования. Какое тайное голосование в ДИИ? Ну вот я сейчас вами в эфире. Тут раз достаю. Будем считать, что это у нас телефон. И значит в этом телефоне начинаю на вас на глазах голосовать. За того или за этого. Это тайные выборы. Или ко мне заходит человек и дает мне тысячу гривен. И говорит, на проголосуй. И покажи мне на экране, как ты голосуешь. Или мне угрожают чем-то. И на их глазах я голосую. Это невозможно. Это никакие не тайные выборы. Такие выборы тайными совершенно, друзья, никак не будут. Поэтому ДИИ отпадает. И тогда вопрос, как же это технически провести? И как это технически провести? Ну провести это невозможно. Но вот вернемся к хронологии. Итак, механизм начал пытаться крутиться. И вот я об этом рассказал людям. Так как оно есть, что решение он это принял. И все вот эти показанные вам хронология подтверждают, что они к этому уже готовят общество. Почему он решил идти на выборы? Тоже важный вопрос. Потому что две, собственно говоря, причины. И они не про национальную безопасность и не про победу в войне. Они про личный политический интерес Зеленского. Рейтинг Зеленского начал снижаться. И сегодня этот рейтинг еще достаточен для победы. Будет ли он им достаточен через полгода? Зеленский не знает. И офис президента не знает. И никто не знает. И это их сильно напрягает. Поэтому есть первая мысль, что нужно торопиться. Пока есть еще ограниченная политическая конкуренция вследствие войны. Контролируемое хотя бы частично медиапространство через национальный телемарафон. На который кроме представителей власти не пускают никого. И это в таких условиях побеждать будет намного легче. Более того, выборы, такие выборы, они во время войны отсекают часть конкурентов. Ну, например, потенциального, как им кажется, конкурента генерала Валерия Залужного. Кстати, его подпись на флаге позади меня. Хочет Залужный баллотироваться или нет, я не знаю. Но в офисе президента этого боятся. Ну и считаю, что во время войны не может же главнокомандующий раз сказать, я уйду на выборы. Поэтому, таким образом, конкуренция меньше, политическое поле контролируемо, медиа частично, как минимум, контролируема. Удобная позиция идти на выборы. Вот, собственно говоря, интересы и мысли, которые у них. Но, как вы видите, они ничего общего с национальными интересами Украины не имеют. Как прикрыть это? Украинское общество против выборов. И все опросы это показывают. Потому что украинцы понимают, что нет условий для их проведения, в тех условиях, в которых мы живем сегодня. Сказать, что это все западные партнеры. Именно поэтому Кулеба озвучил первый, вот уже практически в открытую, что да, вот взвешиваем выборы весной следующего года. Что это, мол, западные партнеры требуют, чтобы сохранить легитимное Зеленского, потому что истекает пятилетний срок. Мол, а после этого будут вопросы. Значит, вот они требуют, ну что же делать, надо идти. Хотя это неправда, и никакие западные партнеры ничего не требуют, никаких выборов. Напомню, выборов в Великобритании не было с 1935 по 1945 год. И никто не ставил под сомнение легитимность Черчилля. Поэтому это, конечно, манипуляция, но именно ее они собирались провести. И вот, когда я это рассказал, вот я вам все рассказал предысторию, я рассказал об этом в эфире, и вот тут взорвалась просто информационная бомба. Позавчера вечером и весь вчерашний день забурлило все. Все говорят, вот идет, значит, вот будут выборы, вот так сказал, значит, народный депутат Гончаренко. Вспомнили, и тогда уже обратили внимание на слова Кулебы, что так они как-то, не все на них обратили внимание. Вспомнили разную их, и эволюцию заявлений Зеленского. В общем, кто-то начал говорить, да, мы видим уже процесс подготовки. Начали, ну естественно, начали говорить, нужны выборы или нет. И однозначно, если вы откроете вчерашнее информпространство и позавчерашнее, не нашлось, собственно, ни одного человека, эксперта, большого политика, который бы сказал, что да, выборы нужны в таких условиях. Все начали говорить, что это неправильно, это авантюрная идея, и выборов быть не должно. Друзья, и вот в этом силы Украины. Увидев такую демократию в Украине, вообще сила демократии, поэтому когда общество ты не можешь игнорировать. Слава Богу, мы не Россия. И мнение украинцев самое главное. И вот когда увидели, что это мнение однозначно, и информационное пространство это тоже показало, то тогда вчера вечером Зеленский вышел с заявлением. Напомню, я выстреливаю в этом видео, как он говорит условия, при которых могут быть выборы, рассуждает об этом. А теперь посмотрите, как он уже говорит. Выборы, не на часе, вариантов вообще никаких нет. Посмотрите. Друзья, это хорошо. Хорошо, что президент, офис президента, идею эту авантюрную, ну как минимум на эту минуту, увидев такую реакцию общества и давление со стороны общества, отбросили. Это значит, что нам и дальше нужно быть в роли санитаров леса, что называется, и держать в напряжении власть, которая должна помнить, что когда она делает шаги в направлении правильном, она будет иметь всю поддержку. А когда она делает шаги в неправильном направлении, общество ее отдернет. А если надо, отдернет так, что мало не покажется. Поэтому так и должно быть в любой демократической стране. В этом и есть смысл демократии. И вот такая история. Я бы не сказал, что это точка в вопросе о выборах во время войны. Потому что мы не раз уже слышали, когда нам говорят одно, а потом начинают там все это потихоньку отматывать, как вся история с выборами показала. Но пока здесь стоит многоточие. И на сегодняшний день, я думаю, эта тема на какое-то время снята. И нужно возвращаться к главному. Действительно не к победе на выборах, а к победе в войне. Друзья, держим строй. Очень важное видео. Помогите мне поделиться им, чтобы можно больше людей его увидело.